всем привет прошли долгие и тяжелые в первую очередь психологическом плане недели для российских клубов поэтому с вами снова подкаст дешифратор я автор sports.ru александр дорский и человек который круче меня аналитик Сочи Женя Шевелев Женя привет да Саш привет привет с возвращением очень рад тебя видеть наконец-то мы узнали что есть люди которые знают больше чем ты Наталья Билан было приятно почитать интервью в котором про тебя так много говорили вообще не зря прошли эти две недели много нового мы узнали российских медиа российском футболе а вот ты сейчас поздоровался и я понял что в вашем тренерском штабе очень хорошая синергия потому что ты сказал слово привет два раза наши подписчики обратили внимание на то что Владимир Валентинович Федотов повторяет повторяет свои предложения предложения да но может быть в этом и есть залог залог нашего хорошего выступления в том что два раза повторил и принципе уже игрокам стало понятнее да но видимо кто-то все что-то не повторил поэтому Сочи пока что не на первом месте но сегодня мы Сочи подробно проще как и всегда обсуждать не будем затронем другие темы и конечно начнем с главной темы последних двух недель это старт российских клубов еврокубках и как-то вот сейчас в моем тоне стало больше грустных но уровень нашего чемпионата к сожалению такой да к сожалению начало не задалось у всех и если говорить там про про игру динамо можно говорить что в какой-то в какой-то мере это все-таки больше не везение да потому что ну разные разные бывают игры здесь игра на плохом поле в гостях где там вроде бы вроде бы были шансы для того чтобы эту игру переломить и довести ее до победы но в конечном итоге грустный результат и пошла сразу же волна на смешник над командой требования уволить тренера и так далее то что касается игр краснодар паук и игры ростов макаби эти игры честно говоря меня расстроили чуть больше хотя краснодар выиграл и выиграл в принципе не сказать чтоб не по делу то игра ростов паук она совсем роста игра ростов макаби оставила совсем гнетущее впечатление и и об этом сегодня писал в твиттере главная проблема даже не в том что команды как-то выглядели не так там краснодар ростов динамо дело в том что просто вот наша команда 5 6 команда чемпионата россии выглядели не выглядели там сильнее чем команда из чемпионата грузии и уж точно не выглядели сильнее чем макаби из хайф и команда я думаю по вчерашней игре было очевидно что макаби если вы играли в нашем чемпионате боролись бы за за первую четверку как минимум по той игре которую не вчера показали и вот это вот это конечно расстраивает гораздо больше чем 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 сиюминутный результат исходя из того что ты сказал я так понимаю ты согласен с тем что сказал карвин после матча по поводу того что если кто-то думал что макаби сильнее если если кто-то думал что ростов сильнее макаби то он заблуждался во вчерашней игре я абсолютно согласен с этим в это раз во вторых здесь вопрос не только к уровню скажем там нашего футбола как это принято говорить какой-то эфемерный уровень который никто не видел но все о нем говорят это не не вопрос там конкретным игрокам потому что вот эти бредни которые начались по поводу того что ну можно же было по крайней мере хотя бы выкладываться игроки не выкладывались но я не знаю это нужно быть очень глупым игроком чтобы играть весь сезон биться за за выход еврокубки а потом просто на первых игре взять и не выложиться вот как-то так произошло с утра встал байромян решил что ну вот сегодня я выкладываться не буду на этой игре там или ионов или еще как-то очень хороший пример с байромяном да который был на флэше в перерыве когда он просто задыхался и было видно как тяжело действительно да и здесь вопрос просто в том что ну вот макаби они захотели они хорошо подготовились опять же команда которая в целом играет по схеме 4 5 1 они под ростов подготовились вышли по схеме 3 4 3 практически нивелировали все сильные стороны ростова и сыграли на своих сильных качествах все это не сделали там за одну неделю и ну вот это пугает что так так легко команда из чемпионата израиля может подготовиться к одной из пяти лучших команд нашего чемпионата и выйти и просто не без доли везения скажем так но тем не менее тем не менее уверен уверен на эту победу одержать поэтому да с одной стороны это печально с другой стороны знаешь я немного знаю там тренерский штаб макаби хайф изучал их перед этим матчем глава аналитического отдела макаби хайфа в прошлом работал в челси и эти два факта что вообще макаби хайфа есть аналитический отдел и то что его глава раньше работал в челси это уже серьезное вызывает серьезные вопросы к организации работы во многих наших клубах третий факт его зовут не авраам грант все таки авраам грант работал и в макаби в челси правда в другой последовательности да ну а что у тебя есть какие то вопросы по тренерскому штабу ростов и ты сказал что макаби хайфа там и не слабее пятой команды чемпионата россии но мне кажется что с учетом очень большой специфики прошлого сезона и отсутствие предсезонки перед этим сезоном так говорить наверное не совсем правильно потому что за последние два месяца ростов явно не входит в пятерку лучших команд россии поэтому да безусловно ростов занял пятое место можно их так называть но тут должна быть поправка очень большая и в итоге если говорить чисто про результат то результат динамо удивляет намного сильнее чем результат ростов то есть мне казалось что ростов да может проиграть конечно хотелось бы чтобы было все иначе но вот не могу сказать что не удивило ты говоришь про то что макаби подготовился и да действительно они играют в четыре защитника тут сыграли в пять пятом стал богдан планич они же играли последние 20 мин с кайратом по этой схеме ты думаешь что что ростов был не готов нет ростов возможно был и готов к этой ситуации на вопрос том что против той игры который показывает ростов то схема очень хорошо подходит против нормана против двух центральных защитников ростова против того что перекрыт фланги в определенной степени и но они и выбрали они просто сыграли правильно ничего такого там не было сверхестественно до команда просто играла футбол хороший футбол хорошего качества расставлялась отдавала те передачи которые на чемпионате россии люди боятся отдавать потому что ну отдать передачи там между линиями отдать передачу вот особенно вчера там много проходила передач за группу атаки ростова да на опорников макаби вот эти передачи у нас опять и боятся отдавать многие команды многие так не играют может это рискованно там считанные единицы команд которые в схожих ситуациях будут отдавать передачи низом будут пытаться искать проникающие они свалятся на только на длинную игру и только на фланге это раз момент второй даже те голы которые забил забила хайфа вчера это там два гола после флангов по большому счету а так хотя второй был закончился дальним дальним ударом но это же просто четкое выполнение простых действий там не было ничего сверхестественно там не было сумасшедшего дриблинга не было каких-то обводок там супер комбинации просто простой перевод быстрая передача там в касание зону между вратарем и защитниками нападающего набегает забивает все простой футбол очень большую свободу получил и тот и другой футболист на правом фланге обороны подключившийся к атаке эрнест мабука ну и рукавицы за которым не углядели центральные защитники ростова вот было бы было бы было бы легче это пережить поражение если бы там соперник полностью при переиграл ростов до что было видно что там ну какие-то сумасшедшие игроки какие-то легионеры есть у хайфа которые позволили это сделать но нет то просто игра игра двух равных команд которые одна оказалась сильнее за счет более более хорошей подготовки за счет всех факторов которые ты перечислял там со скомканным сезоном с отсутствием предсезонки и так далее но но тем обиднее что ну вот надо просто признать что уровень макаби хайфа это это пятое место чемпионата россии и надо надо с этим надо с этим как-то жить что ну прошли те времена там когда когда в еврокубках гремел текстильщик волгоград и я тебя расстрою но они прошли уже достаточно давно прошли времена даже когда ростов собственно сам гремел еврокубка мы про ростов кстати с тобой не говорили в предыдущих выпусках подробно ты как считаешь вот главная причина по которой перестала команда забивать и создавать так много как она создавала раньше потому что ну понятно корона сильно повлияло но мне кажется что есть причина за пределами поля хотя опять же может быть это все ерунда но вот со стороны то кажется что ростов слишком распылялся на поиск негатива и поиск внешних врагов и в принципе ну врага не нашли но и плюс по сравнению с прошлым сезоном в том числе из-за твоей команды мне кажется у ростова стал состав послабее то есть центре поля разрушилась тройка понятно что у попова очевидный конфликт был с карпином и что сочи его не перекупала сочи было просто командой куда эвелин перешел но еще теперь стало меньше ротации на флангах потому что какой-то момент за инудинов даже вытеснил бы и ромяна плюс на замену там в том числе в эту зону выходил соплинов тоже не очень непонятно почему отдали в аренду в ротор ну вот то есть мне кажется что состав ростова тоже стал слабее ну да я соглашусь на самом деле что возможно в этом есть причина мы когда готовились знаменитого матча с ростовом и тогда было огромное количество времени чтобы подготовиться к этой игре мы там пробовали то есть сочи три месяца готовилась к ростову и там были было время чтобы проэкспериментировать это новые методы использовать при подготовке я прямо очень детально разбирал игры даже не для того чтобы именно к ростову подготовиться чтобы под какой-то новый инструментарий наработать и действительно там если если мы берем атакующую группу то попов это был явный лидер да несмотря на то что там есть и ременко есть ионов есть байромян и шамуродов в этой в группе был явно явный лидер попов именно именно в командных действиях именно там завязки каких-то комбинаций передач за спину и так далее еременко силен но по-своему то больше индивидуальный игрок и плюс к этому у него гораздо меньше баланса в обороне там по сравнению с тем же поповым или заинудиновым да то есть действительно двух хороших игроков ростов потерял что что они взамен приобрели мы пока мы пока не понимаем потому что новичкам нужно время чтобы освоиться это раз второе да я соглашусь что команда отвлеклась на возможно отвлеклась на около футбольной вещи команда не живет в вакууме и то что происходило там вокруг клуба все эти медийные перипетии это все не могло не сказаться на команде слишком слишком много отвлечений но если говорить по футбольному что что мы видим в ростове в этом году да кардинально мы видим только одну вещь которая тебя будоражит очень давно я знаю это игра нормана в матчах против сильных команд и по большому счету можно тут по-разному называть но это просто это перестраивание на на схему 3-4-3 в обороне когда норман играет центрального центрального защитника и ну вот такой возврат возврат к ростову двухлетней давности когда когда играли в три защитника он сейчас есть в матчах против топовых команд я думаю что мы говорили об этом опять же да мы там в самом первом наверно выпуске подкаста говорили о том что главная проблема ростова это качество оборонительных игроков и дальнейше мы опять же говорили о том что как как это качество пытаются компенсировать тренер это тем что выпускают третьего центрального защитника ну вот это и происходит в ростове по большому счету с одной стороны с другой стороны у ростова была очень явная проблема весной именно именно связанная с норманом когда он увлекался прессингом слишком там поддерживал атаку и так далее и когда он играет единственного опорного и он убегает там к чужой штрафной прессинговать 10 опорного не хватало когда они стали играть фактически да в три защитника с норманом в линии эта проблема ушла когда нужно выдвигается на подбор когда нужно он там закрывает эту зону там есть определенные вещи связаны с тем что но это не очень не очень скажем так классическая игра в три защитника когда защитник два других центральных защитника они могут любой момент остаться без третьего партнера да то есть норман вышел ушел играть опорного в какой то это может произойти в какой-то непредсказуемый момент они остались в широких позициях например или просто не готовы к тому что потому что норман ушел ушел из этой линии да там есть эти вопросы но это вот это это как бы точно мы глобально тактически увидели новое в ростове этом году по поводу прессинга то есть когда он убегал вперед это же было при прессинге именно и очевидно что это в том числе желание тренера и он бы так не играл если бы был бы менее подвижный человек который был нижним полу центральным полузащитником и соответственно понятно когда на этой позиции играл александр гацкан ростов так не играл и норман был в том числе до человеком приход которого сподвиг карпина на те перемены которые мы видели в первую очередь в первой части прошлого сезона сейчас то норман опускается третьим центральным когда соперник переходит позиционно так уже на чужой половине норман же не опускается сразу то есть он все равно тоже там поддерживает прессинг то есть именно в этой части я особых изменений не вижу изменения в позиции нормана на мой взгляд происходит то есть это мы видим пожалуй с игры зенитом который была во втором туре и сейчас там против краснодара то же самое было еще в нескольких матчах это происходит когда соперник позиционной атаке на половине поля ростов поэтому тут я связи не вижу что касается еще того что это попытка где-то скрыть недостатки индивидуальные центральных защитников слушаем мы тогда открываем опорную зону потому что у нас играет там еременко понятно он тоже много пропустил но в принципе у нас там играет еременко допустим играет мамаев мамаев который много играл и который явно не дорабатывал без мяча поэтому да там глебов наверное более оборонительный игрок но в целом если брать наверное более низкого класса поэтому я не думаю что это прям супер какое-то решение которое как-то вообще решает вопросы ростова тут мы можем вспомнить что прошлый сезон наверное вообще начинала пара центральных защитников сигурцын чистяков сигурцына давно нету разные слухи ходили вокруг его ухода чистяков травмирован был сейчас уже в заявке но я думаю что чистяков там хотя бы агрессии объемом своим наверху он бы как-то получше все сделал ситуацию в обороне ростова еще по поводу атаки возвращаясь шмуродов да забил макаби впервые там с 29 февраля я не знаю опять же что происходило внутри ростова но я совершенно не понимаю почему они продали в этой ситуации сигур дарсона потому что его отдали в аренду потому что шмуродов его вытеснил из старта шмуродов стал забивать очевидно что ростов работал на продажу герман ткаченко говорил о том что шмуродов скоро может уехать в европейский клуб и мы знаем что было несколько предложений которые клуб отклонил но почему сейчас сигур дарсона не оставили то есть ну по сути конкурент шмуродова ташевский который очень молод непонятно вообще в целом что из себя представляет абсолютно не адаптирован ник российской премьер-лиги не к ростову для меня вот это большой вопрос да я соглашусь потому что вот как раз это белевая засуха когда было уши муродова вполне мог бы здесь пригодится сигур дарсон для того чтобы но не идет у человека игра это как раз вопрос ротации что нужен нужен еще один нападающий который мог бы подменить мог бы выйти выручить в этих моментах это раз момент второй момент по сигур цену до которого которого ростов отпустил и там про которого закидывали различную информацию что это не по спортивным причинам произошло что были там огромные проблемы дисциплины у человека но в итоге он вернулся в копенгаген и я думаю он будет играть в группе лиги европы в основном составе 100 командой ну не знаю вопрос действительно немного странные решения с точки зрения селекции окей может быть может мы просто не знаем какого-то глобального плана у ростова который который все это объясняет до с точки зрения сегодняшнего результата решения были не не самые удачные и к этому я бы хотел добавить вот ту мысль которую 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 я изначально начал почему я поговорил про норму потому что это фактически там единственное тактическое новшество в игре ростова за последнее время ростов очень очень легко прогнозируем это команда которая очень много играет флангами очень активные фланги это да очень много длины длины с подбором для гональных передач и по большому счету все то есть там нет чего-то неожиданного все все очень понятно скорость ионова борьба за подбор на вес на шамуродовы индивидуальное действие еременко окей но к этому достаточно легко подготовиться и как раз на кабинам это показал что ним они в принципе были готовы к этим моментам один раз прошла длинная передача на шамуродова когда он забил передача была хорошая центральный защитник хайфы достаточно грубо ошибся в этом моменте и так она так работает да вот эти эти компоненты они очень они очень предсказуемые здесь вопрос просто реализации ты сделал 10 передач за спину одну из них забил ты сделал 20 навесов один из них забил но опять же да мы знаем что можно сделать 80 навесов подряд которые ни к чему не приведут а потом 20 подряд забить это статистика работает так и здесь в том числе вот попал ростов такую яму что они вроде бы делают делают все то что они привыкли делать на поле но чуть чуть не получается чуть чуть не идет со временем конечно у них все это все это сработает ну вот так бывает что сейчас команда команда нет не очень много забивает не все получается в атаке здесь не хватает как раз какого-то разнообразия каких-то свежих свежих ходов атаки не знаю посмотрим может быть как раз но но новые лица которые появились кстати за мы забыли про дмитрия полоза который пришел сейчас ростов вот вот просто конкурент а в это в это вы то забыли вы то в сочи забыли действительно про него ну да посмотрим я на самом деле нельзя сказать что там у ростова гигантские проблемы но так бывает команда просто не может сейчас ничего нового предложить соперникам и окей будем смотреть будем смотреть что будет дальше но но оно так и работает что если у тебя довольно ограниченный арсенал в атаке то рано или поздно соперник к нему подстраивается становится очень тяжело но полос совершенно это не единственный форвард в 4-3-3 поэтому я не думаю что он тут может быть конкурентом шамуродов они могли быть конкурентами если бы шамуродово рассматривали на фланг потому что мы знаешь удора очень большой опыт игры крайним нападающим вот поэтому ты говоришь рано рано или поздно сработает но с учетом вылета даже не в последней стадии квалификации с учетом проблем как минимум двух команд топовых российских этой игры только про российских с опорной зоной мне кажется что переход нормана очень возможен и это будет уже совсем совсем другая игра кстати даже до гола шамуродова тоже была одна атака когда нормана дал на байромяна правда но это было во фланг там как какой-то опасности такой большой не было но опять же понятно что таких передач от нормана и от еременко просто у еременко эффективно сейчас их снизилась визуально во всяком случае их очень много сам начале выпуска ты сказал что тебя краснодар расстроил меня совершенно не расстроил и я ожидал очень тяжелой игры да она была абсолютно не яркой и понятно что на фоне феерии в матчах с химками это смотрелось достаточно тяжело но просто вопрос наверно как ты готовил себя к рассмотру этой игры с точки зрения болельщика мне кажется было понятно что игра получится примерно такой и конечно первый тайм и действия пары защитников центральных краснодара не вот это расстроил да я не хочу сказать что меня расстроил именно краснодар меня расстроил сама игра и я уже объяснил почему она меня расстроила что паук абсолютно ни в чем краснодара не уступил кроме наверное индивидуального мастерства в атаке вот действительно группа атаки краснодара и то что они делают сейчас и особенность в этом сезоне то что они начали наконец-то играть за спину чего не было весь прошлый год появились там эти передачи опять же вспоминаем там голод петрова до передачи в прошлых прошлых матчах там от газинского от кабела налажен налажен на комбинации не только на коротке перед штрафной но и средней и более более длинные передачи проникновения в бегание в штрафную футбол становится в атаке более разнообразным команды с этой точки зрения мне краснодар в принципе понравился в этой игре команда делала все что все что хотела в этом плане многое получалось многие комбинации типичные краснодарские проходили но вопрос в том что паук реально ни в чем не уступил в какой-то момент переломил ход игры забрал забрал контроль над игрой себе и здесь даже был вопрос не в том что ты говоришь про конец матча про вторую половину второго тайма правильно когда краснодар уже верю я бы даже сказал что наверное даже до гола до гола до гола да 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 то есть когда отпустил игру краснодар и здесь вопрос даже не в том что там тактически да где-то перед где-то кто-то кого-то переиграл а в том что именно уровень сопротивления которые игроки паука навязали краснодар уровень борьбы там было несколько моментов прям очень 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 показательных и мы их включим обязательно завтра в теорию по краснодару будем показывать игрокам когда в достаточно жесткой борьбе игроки паука там выгрызали мяч но это собственно пенальти это собственно пенальти нет это не это не только пенальти это вопрос там борьба в центре поля когда очень жестко встречали когда накрывали когда даже делали это без фола и эта борьба паука паук не боялся там магии краснодара как у нас некоторые команды в премьер-лиге боятся играл достаточно достаточно жестко и особенно было заметно там на примере кабел да если в первом тайме он с мячом делал все что хотел видимо в перерыве внесли какие-то корректировки и по большому счету во втором тайме уже на и на его финты соперники не покупались и я говорю вот именно об этом да я не говорю о том что глобально как там краснодар выиграл или проиграл этот матч там с тактической точки зрения я говорю о том что ну не получилось напугать паук и паук в принципе просто играл дисциплинированно ждал своего шанса и в итоге они уехали домой с хорошим результатом которым позволяет дальше бороться за за выход в лигу чемпионов про пенальти я сказал это применительно просто как один из примеров потому что был просто мяч на фланге и два раза жестко поставлена нога перевод центр и дальше уже кая улетает размахивая руками куда-то в небеса смотреть но здесь проверять нечего двумя ногами приехал соперник и в итоге чай близко не было здесь да один француз упал другой показал кстати вот мы с тобой переписывались там после матча этого и кая как раз таки очень много этих или иных передач делал больше всех ты считаешь что это вот больше чисто его какое-то неумение отдать передачу низом или этого действительно тоже установка от мусаева там игры и наберга и очень много было забросов на вандерсон то есть это вот это один из элементов вот этой вот игры там в том числе за спину или просто такая нервничал и просто выносил вперед я думаю то и то на самом деле потому что паок оказывал давление центральных защитников да они там располагались один-два то есть один чуть ниже два инсайда поднимались по защитникам прессинговали и поэтому у кае было достаточно лимитировано время на принятие решений из-за этого из-за этого количество длинных передач конечно вырастало с другой стороны я думаю что ну и тренеры своей команды они ведь тоже это видят и безусловно не только перед этой игрой вообще в целом в работе с каю тренерский штаб обращать на это внимание в тренировках том числе говорит что если есть там какая-то опасность лучше сыграть вперед потому что у нас есть быстрые игроки у нас есть берка который хорошо цепляется за мячи и так далее и ты знаешь в этом плане был очень показательный матч товарищеский с ростовом в прошлом году в октябре в паузу на сборной или в ноябре то есть после там вас очередной феноменальной ничьи 2-2 когда спайс там сравнял в концовке мы играли матч в паузу на сборной и пары центральных защитников были камболов и каю и вот то игре каю играл как такой типичный бразильский центральный защитник который только приехал в европу то есть он там пытался с позиции центрального защитника обвести троих-четверых какие-то там передержки мяча по 10 по 15 секунд и так далее сейчас этого нет и да ну пусть в таком случае он играет больше в длину да что чтобы не привозить там у своей у своей полу своей штрафной на свои половины поля я думаю что это это как бы сказать двухстороннее движение это и давление соперника и в том числе и акцент тренерского штаба на том что окей если нет возможности там сыграть коротко лучше лучше сыграть вперед у нас есть кому там за этот мяч за этим ничем бежать но ты сказал про давление паока то что там циолис живкович который играл центральным нападающим и белка поднимались но давление было и дальше от центральных полузащитников то есть паок несмотря на то что и я в том числе говорил о том что паок олимпиакос нельзя сравнивать паок там играет три центральных защитника но с таким давлением на чужой половине поля тоже мягко скажем немного команд в рпл играющих вот по этой схеме да так так высоко встречают и мешают и понятное дело что в стилистике краснодара это очень очень важное очень важное препятствие я писал было да 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 я сразу добавлю к то момент там было два очень показательных момента в игре первый он был в первом тайме когда живкович по моему остался где-то у штрафной краснодара краснодар достаточно быстро перешел в позиционную атаку и с мячом был олсен фактически паок в численном меньшинстве потому что нападающий там где-то завис но они даже в этой ситуации они не стали откатываться назад они стали сидеть да они тут же выдвигались оказывали давление на волосы это такой очень-очень показательный момент вот большинство команд 99 процентов команд российской премьер-лиги в этой ситуации бы усили бы и ждали когда там нападающий обратно в позицию вернется это полоса не играл волосы отдал великолепно проникающую передачу как он это умеет делать паок выбирал всегда вариант давления есть возможность давить они давили для того чтобы не давать игрокам краснодара делать вот эти передачи подготовленными раз момент 2 это то как паок старался доигрывать все все недодачи все все отходы назад от кабелы и от вандерсона давили очень агрессивно понимали что если дать этим людям развернуться мячом то то будет тяжело и вот это давление это то чего у нас во многих матчах не хватает и когда мы говорим об уровне футбола том самом в кавычках да вот у нас уровень футбола вот это давление которые должны окажется на друг на друга команда не просто ждать позициях что произойдет дальше ты сказал о том что у палка в определенный момент матча было преимущество и в целом наверное спорить с этим бессмысленно потому что это правда и на мой взгляд большая часть атак паока в этот момент развивалась до через левый фланг через их защитника янулиса который как раз таки очень хорош двигая мяч и передачей что мы увидели перед голом потому что пред голевую передачу отдал именно янулис и там понятно все бросились обвинять сорокина который проиграл пелкосу борьбу но петров на мой взгляд сыграл как минимум не лучше возможно даже это была ключевая ошибка атаки потому что петров проспал забегание живковича за спину вот и во втором тайме атак через янулис и пространство у него там после диагонали переводов на него стало еще больше визуально опять же вандерсон как оказалось не добегал но его не поменяли а поменяли только в конце из-за по другое причине у вандерсон к сожалению была травма надеемся что к ответной игре он будет вот и мне кажется что янулис это главная проблема которая будет у краснодара в обороне в ответной игре и тут очень интересно что решит мусаев то есть мусаев говорил после матча о том что он думал может быть поменять класса на и вандерсона местами потому что класса больше отрабатывает и казалось менее уставший а на другом фланге там играет центральный защитник креспа который ну это не очень опасно понятно там может быть через четыре дня он сделает голевой виновес и это будет казаться смешным но в целом понятно что янулис и креспа это абсолютно разная эффективность в атаке но не перевел он вандерсона потому что вандерсон там хорошо играл с мячом под давлением того же янулиса что ты думаешь по этому поводу если допустим вандерсона не будет я считаю что будет справа играть классом кабела уйдет налево в центре будет играть уткин если честно других вариантов я не вижу в шапи в старте в таком матче в котором надо будет отрабатывать до конца сзади там до своей штрафной я не очень верю если честно да я соглашусь что конечно янулис был главной одной из главных проблем для краснодара но это только это же только фамилия игрока до левого латераля команды в чем смысл в том что у краснодар всегда и так играют в краснодара всегда петров и ромир сыграя достаточно узко в обороне и особенно вот под перевод под диагональную передачу то же самое там было и в матче против тульского арсенала то есть вот когда мы берем команды которые играют три четыре три в россии и то же самое бывало и в матче против ростова когда они начинали атаку эта проблема известного краснодара и вопрос как эту ширину как-то ширину атаки дать как как использовать эту зону когда вандерсон не набегает когда классом тоже я не скажу что там самый дисциплинированный игрок в плане обороны конечно получше чем вандерсон но тем не менее и вопрос в том как вот эти фланги как вот эти фланги краснодар сможет закрыть опять я два раза повторяюсь два раза повторяюсь но действительно проблема отсюда исходили и здесь я думаю эта проблема не решится только переводами игроков с позиции на позицию конечно это просто лучший вариант который кажется опять же при системе краснодара и при том что у паока самый сильный наверное индивидуально сейчас атакующий игрок располагается вот в зоне левого защитника да возможно возможно ну как вариант да то что то что описал какой состав это рабочий вариант но я честно говоря сомневаюсь что даже даже сейчас вот через неделю он мы мы сможем увидеть как краснодар справился этой проблемой потому что она все равно будет и ну решаться она может только более более агрессивной игрой там петрова на фланге более агрессивным выдвижением блокированием этих подач по-другому не знаю как но кстати во втором тайме были моменты когда и петров блокировал и даже от янули с мяч отлетал в результате удар от ворот краснодара был и вандерсон тоже дорабатывал но все равно вот удар в штангу который был элькадури там конечно был провал опорной зоны в первую очередь краснодара но все равно дальше последовал перевод на и нульс и очень хороший пас в зону где изначально вот именно в момент передачи не было игрока и было движение элькадури поэтому тут конечно немножко боязно но почему-то мне кажется что все таки впервые в истории мы увидим три команды российских в групповом этапе лиги чемпионов но и дальше уже вопрос конечно если все таки это увидим какие места они там займут но я на самом деле тоже хотел бы пожелать удачи краснодару в предстоящей игре с пауком на самом деле мы очень надеялись да и сочи можно что потому что у ростова как раз была бы следующая игра против сочи после еврокубкового матча мы надеялись но к сожалению это не произошло краснодару от всей души желаю удачи действительно очень хочется чтобы в этой непростой игре команда прошла дальше вышла наконец-то в групповой этап лиги чемпионов ну а теперь мы поговорим о команде которая в этом групповом этапе лиги чемпионов уже полтора месяца и совсем скоро узнает своих соперников бенфики не будет на этот раз у зенита конечно я говорю о зените что как можно это назвать спад отсутствие каких-то новых идей наверное тоже потому что несмотря на очевидно плохую форму азмуна не очень хорошее состояние дзюбы мы помним как он лежал после матча сборной распластавшись на поле то есть видно что артему наверное эмоций не хватает тоже после трех трофеев за лето и очень хорошие игры но и физики но каких-то глобально новых идей зенит как мне кажется не монструю но почему вообще говорим о зените не только потому что в четырех матчах три потери очков но и потому что на левом фланге обороны появился дани круговой который для меня вообще одно из главных открытий этого сезона с точки зрения наверное не просто его игры а с точки зрения ожиданий которые были от нее и тоже в старте начал играть андрей мостовой при этом последних двух матчах семак еще и менял их флангами смолком женщина что можешь вообще сказать в целом про зенит последних трех четырех недель на самом деле сейчас зенит сталкивается с той проблемой мы чуть-чуть поговорили про нее когда говорили про ростов да когда твои фирменные фирменные там навесы фирменная игра на джубу не работать нужно делать что-то другое нужно разнообразие и в этом плане у зенита сейчас есть очевидные проблемы да что возможно как раз отсутствие дрюси в этом плане не помогает команде возможно то что там с утра пропустил начало сезона где-то он мог бы освежить группу атаки я думаю это главная причина давай будем объективны с такой школой которую прошел лёш все понятно нет лёша молодец и он наконец-то потихонечку набирает форму и ну если говорить серьезно да а не шутить тут по поводу того что сутормина сделали шевелёв и федотов то для меня дико звучат разговоры о том что сутормина и рохин могут покинуть зенит потому что по сути сейчас это два человека которые теоретически могут усилить игру выйдя на замену не всегда это получается но теоретически они на это способны а больше таких людей ну ну может быть ригоне но мне кажется что болельщики зенита поблагодарят тебя и твою команду если ригоне переедет к вам ригоне смотрится не очень здорово спасибо за пожелание но мы у вас ничего забирать не хотим но спорта . спорта .ру не надо забирать или ты обратился к болельщикам зенита болельщикам зенита пожалуйста на самом деле да я продолжу мысль что не хватает вот именно какой-то более разнообразной игры в атаке опять же если мы говорим о конкурентах зенита то к примеру цска есть и она появляется потихоньку какая-то более смысле на игра на короткие более смысле на игра там в стенке забегания что-то близко к спартаковском футболу да ты хотел чтобы я эту фразу сказал нет я не думаю что это что-то море я хотел сказать более смысле на игра через и джуки да это безусловно и джуки привет автора sports.ru глеба чернявского между прочим там и джуки по моему обводок у чужой штрафной сделал больше чем весь зенит в матче с уралом а это тоже между прочим очень важно когда ты играешь против команд которые обороняются очень низко очень плотно так как уфа и вот у цска видно что они пытаются взламывать такие оборонительные команды команды очень дисциплинированная в том числе за счет каких-то нестандартных комбинаций не всегда это проходит понятно не всегда это получается ну по моему все было симптомом что там не гаич и не чалов вышли в старте против уфы а вышел там и джуки нападающим у зенита пока такой вариативности нет и я думаю что она быстро появится и не может наверное плюс к этому наверное было в матче с уралом немного спорным решение поменять мостового и малкома флангами отмечу я малком сказал правильно практически я честно говоря дней не до конца понял чем оно было вызвано возможно возможно оно было вызвано тем чтобы поставить более дисциплинированного футболиста а именно мостового на тот фланг где играет элькабир что дарк элькабир возможно смысл а почему но это же было стулой уже это было в предыдущем туре то есть был левый фланг они выходили круговой и малком мостовой был справа и соответственно гол первой тули если помнишь круговой сыграл стенку с малкомом прошел пробил и мостовой добил ну там артур нигматуллин очевидно не очень здорово сыграл но суть не в этом а суть в том что это было уже в ну не знаю убирать под грамыка мостового и убирать малкома налево наверное на наверно спорно я вообще не понимаю зачем это делать потому что опять же после тула мы об этом спрашивали симакана пресс-конференции и там он сказал что ну просто все сыграли хорошо это решение сработало защитникам было сложнее но тут понятно есть какой-то глубинный смысл я его не вижу сказал по поводу немножко спорного решения тут конечно я подумал не позициях малкома и мостового голя артема дзюбе и немножко спорное решение по моему было у человека который решил провести линию от головы вот это было немножко спорно это это блестяще это блестяще и на самом деле мне кажется что этот гол сыграл против зенита ну четвертая минута была все под расслабились как-то и да очень неудачный матч конечно зенит правил да но должен вернуться сейчас ракицкий вроде он уже будет играть с уфой в день когда выходит наш подкаст то есть в субботу и и соответственно наверное круговой и потеряет место стартовом составе что-то вообще про кругового скажешь пока что про него говорю только я ну я не могу сказать про него там каких-то выдающихся вещей на самом деле хороший добротный футболист сказать чтобы он потерялся так точно сказать нельзя сказать что он стал главной звездой зенита после того как он вышел на левом фланге так тоже сказать нельзя достаточно объем дает достаточную скорость активно принимает участие в принципе в атаке но все равно в моем понимании это пока что игрок ротации который вот как раз для таких матчей нужен когда конечно конечно то что мы говорили по ростову где не хватает как раз глубины состава и вот здесь она пожалуйста есть человек вышел человек добросовестно добротно отыграл эти матчи в принципе вопросов по этим матчам не может быть никаких и не согласен гол гол панюкова он не вышел то есть если бы как раз таки он сделал пару шагов вперед или даже больше то были бы вопросы опять же по оффсайду там вопрос как бы провели линию на варе конечно но тем не менее не все согласен он дает глубину состава сто процентов но просто когда этот переход оформлялся год назад когда даня сыграл там в районе 10 матчей в премьер-лиге это воспринималось как возвращение воспитанника под заявку в лиге чемпионов потому что там нужны воспитанники и и клуба и и своей ассоциации и так как с воспитанниками клуба у зенита там есть проблемы это казалось вот так вот а тут ну по сути сейчас мы выигрывают конкуренцию жиркова ну да согласен ну это это вот как раз и вопрос ну как сказать объективной ротации когда когда человек своим трудом это место завоевал он самое главное что он дал объем и возможно там по вопросам месту жиркова стартом вставить как раз вызвано этим тяжелым тяжелым достаточно гонорозом последних двух-трех месяцев до тяжелым возрастом трудным возрастом кругового тяжелым возрастом жиркова поэтому ну так бывает что что тут еще сказать молодец может можно только похвалить порадоваться посмотрим что будет дальше в следующих игрок когда когда ракицкий да вернется вернется состав возможно ярослав ракицкий вернется уже в день выхода нашего подкаста в субботу зенит сыграет против бывшей команды да не кругового против уфы и мы об уфе говорили совсем чуть-чуть это было в первом выпуске когда мы подводили итоги прошлого сезона женя говорил о том почему уфе сложно забить чем крутая оборона команды вадима евсеев но сейчас все совершенно иначе и сейчас уфа 1 имеет одну из худших обороны в лиге до матча краснодар химки вообще худшее и даже сейчас по качеству допущенных моментов то есть согласно любимой метрике жени xg уфа вообще худшая команда чемпионата уфа если бы был наталья билан конечно все бы цифры по уфе мне были в голове но так как меня зовут александр дурский я все-таки руководствуясь табличками и больше чем два раза уфы вырос показатель пропущенных мячей за матч на три удара не стали больше допускать намного больше процент теперь ударов и штрафно им наносится понятно xg соперников тоже возрос в прошлом сезоне полтора момента явных был у соперника за матча с два с половиной но и реализация чуть подросла и если бы не игра александра белинова матча с цска лучший матч безусловно белинова в этом сезоне то уфы было бы еще больше пропущенных мячей что на твой взгляд происходит с уфой вадим евсеев говорит о том что у нас ушли шесть человек но среди этих шести человек есть например андрей козлов хорошо тебе знакомый по совместной работе с оренбургом в оренбурге который нападающий также допустим денис терентьев который не являлся игроком стартового состава круговой являлся отрезками фомин весь сезон урунов вторую часть сезона но опять же это не один из них там допустим не центральной защитник ушел только один центральный защитник это александр пускот теперь он в ахмате действительно ли потери вот этих шестерых игроков так повлиял на ну на самом деле я думаю что здесь вопрос не в потере игроков в том что опять же уфа в отличие от многих команд в лиге не развивается по стране с прошлым сезоном сухой очень понятно как играть и не сказать что они стали играть там менее дисциплинированного уровня да то есть даже в матче цска был достаточно неплохой прессинг команда местами очень хорошо накрывала соперник на чужой половине поля но конечном итоге проблему уфы мне кажется лежит не плоскости обороны не в плоскости того что они там стали допускать больше ошибок в обороне так далее проблема в том что команды сейчас наверное не не способна именно контролировать ход матча с точки зрения владения мечом с точки зрения создания каких-то потенциально опасных атак и в прошлом году могла что ли уфа по сравнению с самих самими собой прошлого года уфа сейчас вот так и выглядит просто очень печально команда которая очень много действует в позиционно так и флангами уже сейчас приходится атаковать позиционно потому что команда часто пропустив первыми идет идет отыгрываться и когда у тебя нас три атаки там играет замальдинов я думаю что это большая проблема ну куда там навешивать у кого там должен выиграть борьбу для того чтобы забивать мы помним да его замечательный гол головой в матче с динамо он был он там выиграл борьбу гравитации да 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 но есть бизик который тоже игрок более более скоростного типа да чем чем игрок завершитель там флангов фланговых атак это второй момент третий момент несмотря на то что уфа в принципе создает моменты только после фланговых атак и только после быстрый быстрый ответ на игры фланговая игра у команды сейчас на очень низком уровне то есть по моему они сейчас очень мало подают там где-то они в ней в ней в нижней части таблицы по количеству подач сами эти подачи стали гораздо менее продуктивными они не такие точные но это же не само по себе происходит да это не просто так что ну вот что то разладилось подачи не пошли все готовятся все знают что против уфы нужно закрыть фланги нужно очень строго сыграть в створе по нападающим ну и все и не дать им выбежать быстро все остальное что еще может предложить уфа в этом в этом плане сейчас я думаю что на самом деле в чем-то более сложным чем навес и быстро атаки уфа на данный момент практически не дееспособна это это просто констатация факта я не хочу никого обижать этими словами но так и есть и там неспроста наверное перестал играть тиль уфе потому что наверное это был игрок который мог чуть-чуть разнообразить игру в центре поля плюс был фамин который опять же он стал играть он стал играть он стал он теперь играет за молодежь да он до великолептили тиль позавчера сыграл за молодежь забил два и отдал по моему там еще голевую передачу или ну сыграл очень хорошую игру за молодежку но по большому счету ну да хорошо уфа потеряла двух игроков центра поля тиля сами посадили на скамейку фамин ушел в динамо и вот в центре поля игра в атаке совсем как-то не ладится и поэтому команде уже просто тяжело команда не может ничего предложить сопернику в атаке ее постоянно загоняют к своей штрафной из-под прессинга рано или поздно выходят у цска это очень неплохо кстати получалось там ближе к концу первого тайма во втором тайме ну и вот мне кажется проблема больше в этом они в том что там что-то вдруг разладилось при обороне против флангов они пропускают то кстати тоже большинство голов после после вот забросов штрафную либо с фланга либо просто какой-то там черпак штрафную борьба там за за подбор так всего лишь один гол соперник и уфы забили за штрафной и все остальное пролетало с более близких позиций в том числе матч с цска передача неудобно отсюда а 64 минуте цска выходит вперед и вот так вот сработала замена виктора генчаренко да и поэтому ну мне кажется здесь ответ простой все научились играть против прошлогодней уфы мы об этом кстати говорили да в первом выпуске по так подкаста что рано или поздно вот эти команды которые очень строго играют в обороне надеются на быструю атаку и на навесы они столкнутся с той проблемой что ну кроме этого надо еще учиться играть и в позиционную атаку потому что мы всем все все к этому рано или поздно подстроиться все против этого научиться играть но вот сейчас уфа с этим сталкивается и я еще раз повторюсь что главная проблема уфы сейчас несмотря на то что они очень много пропускают в первую очередь это это конструктив в атаке когда полной мере заработает их атака тогда станет проще и в обороне да ты сказал про оливье тиля но он в летней части сезона то практически не играл когда играл выходил сколько он выходил он вышел два раза на там заключительные туры еще на минуту с локомотивом то есть мало играл тиль и в конце прошлого сезона и там уже очевидно ставка делалась на других игроков там на карпа на фамина и на пришедшего урунова мало очень сыграл табидзе вот если еще раз все-таки говорить про защиту то насколько вообще ты считаешь то что вот его не хватало пошел там несколько матч посидел запасе где-то даже заявки не да сложно на самом деле сказать что там именно потеря табидзе была проблемой конечно когда в центре обороны там играет павел аликин игрок уже очень возрастной для уфы так такая же легенда как андреев для оренбурга это это небольшая проблема для уфы но я не вижу там проблем в перестановке мест места мембе перестановки местами защитников уфы это но это все так игры 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 слов просто вокруг вокруг состава самом деле какие бы защитники не играли уфы сейчас проблема одна и та же что они дают сопернику легко входить свою штрафную а там хоть табидзе будет играть хоть аликин хоть кто рано или поздно приводит пропущен голом я тоже скорее склоняюсь к этому потому что в прошлом сезоне был матч локомотивом то есть вот в летней части когда левым центральным защитником был безденежных правым центральным защитником был сухов и но особых то проблем не было и могли даже выигрывать там урунова был хороший момент втором тайме и пропустили в конце поэтому да скорее с тобой согласен но вот как раз таки нас ждет матч зенит уфа в прошлом матче этих команд в петербурге зенит побил рекорд рпл по навесам было больше 60 в матче первого круга прошлого сезона который был уфе уфа вообще выиграла 1-0 как раз таки было быстро атака в которой бизика долголевую передачу о чем ты говорил но сейчас я думаю что зенит конечно уфе минимум двушку забьет и уфа еще куда-то ниже опустится и если честно как но ты не забывай что зенит сейчас тоже не не в лучшей форме чтобы что конечно конечно но мне кажется что просто сейчас уфа так плохо вот обороняется именно всей командой что тут будут будет достаточное количество голов и наконец-то наконец-то зенит забьет вообще уфе потому что уже очень-очень давно мы этого не видели поговорили мы про будущего соперника зенита которым мы практически не говорили в нашем подкасте до этого а теперь мы говорим про соперника зенита по прошлому туру речь о екатеринбургском урале тоже мы про него покажется не говорили а там как мне кажется есть есть о чем порассуждать потому что новый тренер юрий матвеев легенда екатеринбургского футбола который играл в одной команде еще с несколькими людьми с тренерского штаба футбольного клуба сочи с владимиром федотовым и радиком емлихановым урал стали меньше пропускать но с точки зрения продвинутой статистики опять же цифры которые мы оперируем из таблиц все не так здорово какие ты видишь главные изменения урале потому что ну понятно что новая пара центральных защитников рыков странберг который сейчас появился но они всего-всего одну игру сыграли пока что вместе новая пара центральных полузащитников мишки чё и вичич и вичич и конечно на правом фланге сейчас нету наверное постоянного игрока потому что димитров ушел димитров ушел еще пару месяцев назад и сейчас наверно какого-то оптимального варианта там нет у матвеева на на урал оставляет приятное впечатление по началу чемпионата во первых я тебя хотел поправить что юрий матвеев легенда не только екатеринбургского футбола а еще и нижне-тагильского он уроженец нижнего тагила и нас теперь трое в прямой я олег шатов и юрий матвеев приятное впечатление хорошая хорошая команда в каком плане что команда наверное впервые за пять за шесть лет понятно что она хочет делать в обороне понятно как что команда не хочет пропускать что команда строится от печки и в этом плане я думаю что для них во первых хорошее приобретение было володи рыков потому что понятно что володят не та фигура с которой там можно прессинговать играть высокий прессинг и так далее но вот именно для такого футбола для надежности сзади для того чтобы не упустить за спину так далее володя подходит очень хорошо надежный хороший защитник который не выдумать ничего лишнего выше головы не прыгать но тем не менее тем не менее достойно достойно играть пример лиги безусловно радует пара опорных полузащитников которые сейчас и причем у них есть же выбор там данная позиция опорного полузащитника очень большой я думаю что вот то что сейчас играют миски чайович еще кроме этого там в этой же позиции может сыграть его густыняк в этой же позиции может сыграть емельянов под березки например в этой же позиции может сыграть бавин то есть там выбор очень большой и вот эта конкуренция которая определила эту пару мишки чайович она ну действительно дает сейчас какой-то какой-то такой основательности уралу именно в плане в плане центра поля в плане контроля игры сейчас еще вернулся элькабир состав конечно без него им было очень тяжело и явно явная проблема урал это право право фланг атаки потому что под березкин конечно там играет играл в этих матчах но его постоянно тянет центр он больше все таки центральный полузащитник и в том числе и в обороне это всегда становится проблемой когда он играет тот центр открывает фланг и урал с этим много раз сталкивался но я думаю что конечно весь урал весь екатеринбург молится на бигфалве но позиция нападающего в урале сейчас проблемная панюков это достаточно ограниченный функционал и я знаю что урал ищет ищет сюда какого-то мощного нападающего собственно матвеев проект после зенитика разгорел его местные журналисты спрашивали и он сказал да мы в постоянном контакте с григорием викторовичем ивановым и мы хотим там просто еще был вопрос знаешь поставлен так что нужен ли форвард типа павлюченко и погребника вот но я надеюсь что на вот все-таки помоложе и может быть поподвижней то есть еще как-то разнообразить игру насчет правого фланга наверное егор еще сейчас лучше кандидат на это место нет до егорочев но тогда вопрос что они будут делать под березкина потому что как бы он 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 пока что не заслужил того чтобы его посадили возможно что-то будут менять схеме хотя мало конечно вероятно но сейчас вот эта дилемма урала есть там садить под березкина выпускать чистого флангового игрока или все-таки что-то придумать она присутствует а в целом по я хотел просто добавить по этому успешному началу урала это я общался с футболистами урале так закидывал удочки и перед нашей игрой чтобы узнать какая атмосфера там в коллективе чему готовится какие проблемы первую очередь все отмечают именно очень очень четкие требования нового главного тренера в первую очередь по игре в обороне что очень много было и тактических занятий в этом плане где-то он водил на первом на первых тренировках там за руку игроков расставлял по полю показывал что он хочет видеть это раз и второе что отмечают все кто знает как сейчас матвеев работает в урале это очень сильные человеческие качества каждый игрок верит в то что главный тренер ему доверяет что он готов терпеть там ошибки что хочет вам прогрессировал и это на самом деле достаточно редкое качество для тренеров которые действительно могут доверить доверить игроку не просто создать конкуренцию в коллективе но именно вот чтобы каждый игрок почувствовал то доверие это в урале сейчас есть это очень ценно я думаю что в этом на самом деле сейчас на 50 процентов залог успеха урала что просто игроки чувствуют поддержку тренера не чувствуют его доверие и на этом очень много сейчас в урале строится я думаю что через месяц через два мы столкнем с тем что этого будет уже недостаточно всплывут проблемы и со скоростью центральных защитников и проблемы с тем как обороняется элькабир и с тем как обороняется подберезкин с тем что ограничена команда в атаке если не возьму никакого нового нападающего но на данный момент хорошая организация плюс хороший микроклимат в коллективе скажем так пока это дает результат вообще очень приятно екатеринбург город кроме живу сейчас приятно за команду из родного города посмотрим очень хотелось бы чтобы в большом городе была сильная команда которая которая будет бороться за что-то лучше чем десятое место ну и мы знаем про новых инвесторов поэтому возможно какое-то еще будет усиление именно даже не только количественно и но действительно который повысить существенное качество игры урала за счет под березкин тут на самом деле интересный момент потому что наверняка же его подписывали в центр поля то есть ее и че же подписали уже после ее еще уже подписали в начале сентября официально и тут вот реально интересно чем матвеев и ванова говорили с под березкин ам на какой позиции и увидели потому что сейчас действительно кажется что лучшего места для него нету хотя в принципе одним из двух центральных полузащитников четверки при 442 наверно тоже это не лучшее что можно придумать для него на поле еще последнее по уралу матвеев как раз таки это его мне кажется сейчас прям слоган с которым он пришел в урал что мы должны меньше пропускать то есть он постоянно про это говорит и он говорил что некоторые футболисты раньше не дорабатывали назад тут конечно интересно кого он имел ввиду потому что ну так визуально всяком случае там у меня нету впечатления что там тот же биг фалви там стал больше отрабатывать назад элькабир понятно по нему есть вопросы в целом но он пропустил просто старт сезона поэтому тут наверно тоже не его имел ввиду матвеев интересно кого он тут имел ввиду тут мне кажется что очень хорошо для урала что команды рассталась бумаля потому что первый сезон там он мне очень нравился очень классно разводил разыгрывал все супер но потом стало очень много ошибок и при передачах ну а в обороне к нему всегда были вопросы поэтому мне кажется то что сейчас нет в центре поля такого игрока как бумаль это урал только пошло на пользу хотя насколько я понимаю матвеев хотел чтобы вы продлили и там шли переговоры о новом контракте но вот в последний момент там у него из турции предложение подъехала и бумаль туда благополучно уехал думаю что он зарплате наверняка выиграл ну и урал пока что стал более качественно действовать в обороне то о чем мечтали даже уральские болельщики уже на протяжении нескольких лет да я соглашусь по бумалю что на самом деле это не потеря для урала скорее наоборот приобретением есть простая фраза чтобы чтобы купить что-нибудь нужно продать что-нибудь сначала даже и вот здесь в этом случае как раз так и сработало то есть убрали бумали и стал появилась необходимость искать опорного а представим ситуацию что бумаль остается и в голове у всех бы сидела ну окей у нас есть бумали он эту позицию закроет и так далее но сейчас мне кажется качественный шаг вперед в центре поля команда сделала хотя там при всех плюсах которые бумали были в атаке в обороне конечно оставляли оставались вопросы я бы добавил еще одну историю про урал который лично мне очень нравится это алексей герасимов человек который фактически первый полноценный сезон вообще на уровне высшей лиги проводит герасимов 27 лет и практически в каждой трансляции матча уралов когда в котором принимает участие герасимов игра ну вот появился молодой русский центральный защитник в екатеринбурге да лёш герасимов 93 года рождения я на самом деле я его видел в матчах за за дубль урала молодежное первенство 2013 году когда мы работали в тереке тогда еще и мне тогда казалось что ну прям растет защитник прямо все очень хорошего уровня что у него все есть для того чтобы играть на фоне на уровне премьер-лиги и после этого он не играл практически нигде там у него был какой-то короткий всплеск когда он поиграл в белоруссии и чуть-чуть он поиграл фанель но по большому счету там до 27 лет он скитался по 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 второй лиге и сейчас играет я не могу сказать что да есть у него там определенные проблемы в обороне и есть там проблемы с тем когда выдвинуться из линий когда заузить так далее но ну скажи мне что там герасимов грубо говоря сейчас играет хуже чем защитники химок уфы и так далее да нет такого нет зенитом он лучший был на мой взгляд он сыграл очень хорошую игру и это на самом деле очень хорошая история что вот когда человек все-таки дождался своего шанса там 27 лет и сейчас я очень хочу чтобы он воспользоваться чтобы не просто остановился сказал ну все я игру пример ли я чтобы он вот потихоньку потихоньку прогрессировал и это будет очень хорошо для нас что на рынке наконец-то появится еще один русский центральный защитник для сочи да может быть хорошо для урала вряд ли слушай я думаю что не расслабиться потому что у него нету сейчас твердого места в старте начинали с рыковым сезон сейчас опять же вот вместе с очень чем приехал странберг и я все-таки думаю что основной парой видят наверное странберг рыков рыков приболел зенитом поэтому играл герасимов но история действительно красивый ну и последняя тема на сегодня это химки первый клуб который расстался со своим главным тренером в этом сезоне дмитрий гунько покинул подмосковный коллектив и уже на его место пришел игорь черевченко поменялся спортивный директор химках поменялся генеральный директор химках пятницу на sports.ru вышло мое интервью с дмитрием гунько мы с женей специально его не обсуждали до записи чтобы было интересней женья твои впечатления от того что ты прочитал сегодня с утра да ну во первых я хочу сказать что видимо все берете уроки у головина как брать интервью да что нужно обязательно человеку несколько раз ткнуть ткнуть носом в какой-то факт что вот а зачем вы пошли химки ну разве нужно было идти в химки а сейчас просто по прошествии времени пошли бы вы химки еще раз или нет я думаю что гунько все правильно ответил на эти вопросы но здесь надо просто понимать что это на самом деле большая проблема у многих детско-юношеских тренеров что они не могут перешагнуть этот детский футбол и когда у них появляется шанс поработать в во взрослом футболе а уж тем более в премьер-лиге отказываться от него не будет никто и это абсолютно правильное решение да не получилось да я думаю что в химках в этот период не получилось бы ни у кого абсолютно ну вот именно так отсюда поэтому я и спрашивал и меня не докапывался мне реально было интересно понять мотивацию и изначально был такой общий вопрос зачем ну был сформулирован чуть иначе но суть была такой а дальше я просто спрашивал по пунктам по тем моментам которые как мне кажется должны были смущать когда человек рассматривает предложение футбольного клуба химки и все то есть у меня не было желания там докопаться заткнуть носом типа зачем почему как это же так плохо мне было искренне важно и интересно в первую очередь и важно понять мотивацию я остался при своих при своем мнении но мотивацию дмитрий иван жгунько мне кажется описал достаточно четко и понятно но вот как раз то плохо что остался при своем мнении потому что это очень важно понять что второго шанса может не быть ну реально объективно могут может просто не быть такого что опять позовут команду премьер-лиги понятно что власть можно сказать что ну идей иди тогда фанал иди пробивайся через фанал пожалуйста пробуй так далее но такого шанса откажется глупо когда он есть потому что ну а вдруг бы получилось ну несмотря ни на что ведь многие многие тренер на самом деле работают не благодаря тому что создана в клубе а вопреки тому что в клубе происходит и но это нормально тренер должен рисковать брать ответственность на себя он рискнул в этот раз не получилось и возможно там удар по его карьере но но не рискнуть было нельзя кто кто не рискует тут не пьет шампанского это во первых во вторых когда я начал читать интервью мне очень понравилась история про то что уже накануне матча с краснодаром он знал что его уволят я просто расскажу историю тоже работал в химках 2018 году у нас последний выезд волгоград игра в волгограде у нас была задача оставить команду в фнл тогда спасти от вылета и в 11 вечера накануне игры нам вручили уведомление об увольнении то есть на что вы задали вопрос ну нельзя это было сделать хотя бы там после матча или что ну видимо в химках это вот уже традиция то есть там за день до до последней игры тренера увольнять то есть он уже знал что он обречен что там что в этой игре будет ничего не важно и так далее тому подобное в целом по интервью мне после прочтения интервью мне немного жаль что гунько дмитрий иванович уходит из из премьер-лиги сейчас я бы хотел увидеть в других командах может быть фнл опять же или пфл где где у него будет возможность поработать главным тренером потому что я читал интервью человек который абсолютно адекватно воспринимает реальность да он говорил простые понятные вещи я думаю что на многое много чего ты хотел от него услышать может чего каких-то более открытых вещей он не сказал но то что он говорил о футболе он в принципе говорил очень правильно и я прям вот этот момент интервью когда он говорил что да мы играли в четыре защитника потому что нас просто больше не было но это вот прям боль российского футбола что мы пытаемся найти какие-то тактические решения какие-то там глобальные идеи человек просто выходит играть четыре защитника потому что у него больше нет и у нас сейчас например в сочи такая ситуация там бурмистров играет центрального нападающего потому что у нас других вариантов не было на эту позицию мы там потому что нам знаете какие-то варианты по усиле антон заболотный сказал найдите мне конкурента и вот нашли да ну на самом деле я я понимаю что имел ввиду антон я не смотрел этот эфирная мастер вы но понятно что когда ты читаешь это чисто в новости это выглядит забавно но антону здоровья да в первую очередь заболотному ну давай вернемся все-таки кимком да про четырех защитников еще что-то тебе так запало может быть там обсуждение опять же игры персональной против лесового от михаила тихонова позиции ломовицкого против ахмата но на самом деле да вот момент по тихонову его персональная игра против лесового мы смотрели эту игру когда готовились к тули и с одной стороны был такой немного хаоса в обороне химок вот как раз за счет этого этих действий тихонова когда он там бегал за лицевым по 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 всей своей половине поля и было вообще непонятно там что система игры как какие-то баскетбольные движения были там на границе штрафной но опять же надо отдать должное гунько дмитрий ванчу что он попробовал это сделать он не побоялся рискнуть потому что к сожалению я вообще я к сегодняшним подкасту с этой мыслью подходил она немножко гнетет что у нас очень часто футбол в россии развивается по принципу как бы чего не вышло да то есть строится так игра команда как бы там ничего не случилось чтобы не привести чтобы понадежнее попроще селекционная работа строится по этому плану календарь составляется по этому плану что не дай бог там чтоб чего-нибудь не вышло как бы кто-нибудь чего-нибудь не сказал не надо пробовать новую надо вот вот старая работа и слава богу и в этом плане хорошо что как хорошо когда появляются новые тренеры есть что-то новые предлагают гунько попробовал эту персональную оборону против конкретного игрока и когда мы это видели последний раз пример лиги вообще я не на скидку нет таких примеров там за последние два два три года я не я не помню что кто-то так играл и в принципе я с ним согласен что по лесовому принципе в большей степени это задумка сработала хотя конечно решение было спорно но вот за саму смелость сделать это решение это для остальных тренеров это вдохновение в определенной степени что ну окей вот оказывается можно так можно рискнуть даже идя там с команды на последнем месте даже в химках где ты каждый день ожидаешь тебя завтра уволят окей вот это это в принципе позитивный момент ну как мы поняли исходя из того что сказал гунько в интервью из того что ты сказал про своего подработы в химках бояться о том что тебя уволят каждый день там не нужно потому что уволят тебя день перед матчем последний момент из интервью который я хотел бы отметить который мне понравился это рассуждение дмитрий ивановича о молодых футболистах и о самооценке футболистов это вообще касается не только молодых футболистов это касается очень многих то играет российской премьер-лиге когда главной проблемой команды становится как раз адекватно самооценка футболистами самих себя я думаю что сочи в прошлом году вот может быть не очень корректно это обсуждать но думаю что это была одна из проблем когда здесь оказалась большая группа футболистов и зенита и вот именно этот дисбаланс там самооценки футболистов и того что реально происходило на поле он был причиной того что команда оказалась на последнем месте и я больше скажу что там краснодаре например когда я работал у меня был диалог с одним из тренеров по поводу оренбурга это вообще было традиционно для нас говорить про оренбург краснодаре и меня спросили тогда вот в чем на твой на твой взгляд сила оренбурга особенно там матча против больших команд и в том что футболисты прекрасно понимают прекрасно знают свой уровень выше голову прыгнуть не пытаются и просто пытается свои все свое там на сто на сто десять процентов выложить и в ответ не сказать что надо знаешь а вот у нас как раз проблема в том что иногда футболисты придя там в краснодар получив хороший контракт увидев базу увидев великолепный стадион вот их самооценка она зашкаливает она становится какой-то переоценка это мешает им играть футбол здесь очень правильные слова дмитрий вас сказал по поводу этой самооценки футболистов я думаю что я это знаю что нас слушают очень много футболистов и подкаст мне периодически пишут футболисты из команды почему я про них ничего хорошего не сказал что надо хвалить набивать цену и так далее я думаю что на самом деле об этом надо задумываться часто скорее сбил цены всем футболистов краснодара сочи которые пришли и зенита и остались до сих пор миссия миссия право это был подкаст до шифратор подписывайтесь на нас на всех возможных платформах где есть подкасты ставьте лайки на ю тубе подписывайтесь на канал sports on air там выходит все семейство подкастов sports.ru подписывайтесь нас на apple подкастах ставьте там звездочки это все очень важно и пишите комментарии и для игроков рпл которые нас слушают а может быть не только рпл но мы вас ждем приходите и делитесь своими наблюдениями своим анализом об игре я думаю что это будет интересно и нам же не и конечно нашим слушателям жизнь спасибо тебе большое за твою очередную прекрасную экспертизу ну а краснодару мы еще раз желаем удачи в матче с паоком и ждем жеребьев к еврокубков ну а на этой неделе в субботу и воскресенье нас ждет два топовых матча в рпл в субботу сочи краснодар и естественно я бы так не сказал если бы я не записывал подкаст человек у нас футбольного клуба сочи а воскресенье цска локомотив тоже очень важный матч которым я думаю мы на завершенство атакующего футбола да мы насладимся именно им всем пока 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 удачи